Всем привет дорогие друзья! Сегодня буду готовить шпинатный бисквит. Выглядит он безумно эффектно, очень нет привкуса шпината, его еще называют изумрудным. Я его готовлю всегда на основе бисквитного теста, мне так просто удобней, проще и я уверена в этих коржах на все 100% что они будут нежные, воздушные, вот такие вот рыхлые, пористые и очень-очень вкусные. Для начала нам понадобится шпинат, его можно использовать как свежий, так и вот такой вот замороженный. Для начала, конечно, вы его размораживаете и отжимаете лишнюю влагу. Затем вы измельчаете шпинат в блендере вместе с желтками, которые вам понадобятся для бисквита. На каждое яйцо для бисквита я беру где-то от 40 до 50 грамм шпината. Вот так вот измельчаю, даже если у вас какие-то мелкие-мелкие частички там будут, то есть ничего страшного, в бисквите никаких кусочков видно не будет, у него будет очень красивый цвет. Следующим этапом уже взбиваю белки со щепоткой соли. После того, как белки у нас взбились в такую легкую пену, в тонкой струйке всыпаю сюда сахар и взбиваю все вместе, аж пока уже не растворится мой сахар и также сюда сразу и ванильный сахар. Нам понадобится еще сода, все-таки более тяжелый бисквит со шпинатом, поэтому немножечко нужно помочь ему, чтобы он не опадал. Где-то с пол чайной ложечки гашу ее уксусом для того, чтобы не было никакого привкуса. Добавляю белки после того, как сахар растворился и практически сразу выключаю миксер. Получается вот такая вот красивая воздушная масса белковая. Теперь в эту белковую массу выкладываю полностью все шпинатное пюре вместе с яичными желтками. Буквально пару раз вот так вот венчиком прохожу для того, чтобы лучше распределилась шпинатная масса. И теперь буду добавлять муку. На 6 яиц для бисквита я беру 2 стакана муки здесь. Хороших таких с горкой. И ложечкой снизу вверх аккуратненько перемешиваю. Кому удобно лопаткой, пожалуйста, делайте это лопаткой. Я знаю, есть девочки, которые большие порции, допустим, вымешивают рукой. Мне не совсем это удобно, мне достаточно и ложкой. Вот такая вот легкая тоже воздушная масса у нас получается. Определяем ее в разъемную форму. Здесь у меня форма 25 сантиметров на 6 яиц. Это будет вполне достаточно для того, чтобы разрезать на 3 коржа. И ставлю это все добро в духовку. Температура 180-190 градусов. Где-то минут 50 точно он должен печься при такой температуре. Затем температуру понижаю до 120 и пеку еще минут 20, для того, чтобы он укрепился и не опал. Он все-таки более влажный там внутри, благодаря шпинату. И получается вот такой вот красивенный, воздушный, абсолютно без какого-либо запаха и привкуса шпинатный бисквит. Очень интересный в любых тортах. Очень вкусный с крем-чизом, с фломбиром, с любым кремом. Здесь у меня карамелизирована груша и малина, и крем-фломбир. Бесподобно вкусный тортик получился. Обязательно попробуйте такой рецепт и не забывайте поставить палец вверх. А с вами был Кекс. До новых встреч! Пока-пока!